Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главном. Спаск в Карагандинской области стал полигоном для журналистов. Сегодня они должны уметь не только владеть пером, но и шпагой. Туберкулез в Карагандинской области, как и в Республике Казахстан, остается важной проблемой здравоохранения. Чем занять детей во время каникул и как уберечь свое чадо от плохой компании. Жители печально известного жилого комплекса Бесаба переедут в новые квартиры до конца первого полугодия 2015 года. Так обещают местные власти. Однако Бесабинзов эта новость не обрадовала, потому что строительство четырех секций сейчас приостановилось. Это дольщики, которые полностью оплатили застройщику Бесабы стоимость таки не построенных квартир. А деньги им так и не вернули. Многократные митинги и даже голодовки не помогли добиться им своих законных квадратных метров. Потому обещание уже четвертого Акима их никак не радует. За эти 10 лет пережили четырех Акимов, каждый из которых в определенной степени какие-то решения принимал, давал какие-то обещания. Но на сегодняшний день мы, хотя признаны пострадавшими, наши дома признаны были аварийными, которые снесли. Больше трех лет прошло с того момента, как в микрорайоне Бесаба рухнул дом. На месте старого микрорайона построили новый дом. Несмотря на смену названия, бывших бесабинцев до сих пор преследуют проблемы. Жильцы, которые заселились полтора года назад, чувствуют все недоработки строителей. Стены идут по швам, а с крыши и вовсе течет. Жители продают квартиры, некоторые сдают, потому что здесь невозможно жить. Холодно, как на улице. Я уже который раз попадаю в больницу. Тем временем городские власти решают вопрос о переселении оставшихся 133 человек. Пока ключи от квартир в блок-секциях 5, 6, 7 получили 105 жильцов. Строительство остальных четырех блок-секций сейчас приостановлено. К слову, чиновники рассматривают финансовые проблемы. Однако давать комментарии начальники отделов ЖКХ и строительства отказались. Между тем, сейчас завершается процедура подписания актов государственной приемочной комиссии. Однако, когда переедут в новые квартиры остальные бесабинцы, пока неизвестно. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спаск в Карагандинской области стал полигоном для журналистов. Сегодня они должны уметь не только владеть пером, но и шпагой. Наш корреспондент Сергей Высокосов более подробно. Мировая практика работы журналистов в горячих точках показывает, что последние просто обязаны знать особенности работы в районах боевых действий. Нашим казахстанским коллегам не приходилось бывать под пулями и снарядами. И не надо. Но обстановка в мире повышения активности террористических организаций не позволяет успокаиваться и считать, что журналисты нашей страны никогда не станут готовить репортажи из окопов. Время, я думаю, вы понимаете, что диктует свои какие-то условия. И мы видим, что происходит сегодня в мире. И понимаем, что сегодня журналисты должны быть готовы в целом работать в любых условиях. И вне зависимости от того, пригодится нам это или нет, но какой-то опыт и первоначальные навыки у журналистов быть должны. И вот благодаря сегодня Министерству обороны, благодаря этим учениям, которые несколько дней проводятся, мы будем иметь хотя бы какую-то элементарную начальную подготовку. Вот такой предметный семинар проводит Министерство обороны Казахстана с 8 по 12 июня в учебном центре Спаск Карагандинской области на тему «Журналист на войне». Вместе с военнослужащими операторы и корреспонденты выполняют боевые задачи по освобождению зданий, заложников, населенных пунктов. Они всегда в центре событий, но чуть поодаль. Впереди, конечно, солдат с оружием, и ему нельзя мешать и подставляться под пули. Ты понимаешь, когда пролетают хоть и холостые пули, то, в принципе, ты думаешь, соображаешь по-другому. Там уже тебе просто страшно. И снимать и отрабатывать этот момент я, честно, не знаю. Поэтому это хорошо, что такие условия сделали, провели. Дальше уже в последующем мы с оператором будем понимать, как надо отрабатывать. Задача любого журналиста – освещение событий. Но освещение военных действий имеет свои особенности и, если хотите, свои правила безопасности. Для журналистов планируется проведение подготовки к выезду горячей точки, а также доведение особенностей действия некоторых видов оружия и взрывчатых веществ, меры безопасности и правила поведения при обстрелах артиллерии и гранатометами, методы обхода минных полей и психологическая подготовка. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Впервые на базе регионального командования «Астана» проводятся сборы офицеров. Почти все проходят службу в сухопутных войсках вооруженных сил нашей страны. Ровно четыре дня они проверяли свои знания на учебном полигоне в Спаске. На базе учебного полигона в Спаске порядка 90 офицеров сухопутных войск вооруженных сил страны прошли практические занятия. Всех проверяли на знания стрелкового и бронетанкового оружия. Между тем были рассмотрены вопросы, касающиеся морально-психологического обеспечения войск в ходе проведения различных боевых операций. На сборах были отобраны ряд теоретических и практических знаний и навыков, которые были направлены на поддержание уставного порядка и высокой воинской дисциплины, а также на противодействие религиозному экстремизму в коллективах. В сборах принимали участие представители Министерства обороны, Центра социально-психологической реабилитации населения и другие первые руководители государственных и неправительственных организаций. Вооруженные силы – часть нашего общества, которое делегировано государством, ряд полномочий по обеспечению военной безопасности нашего государства. Продолжаем выпуск. Туберкулез в Карагандинской области, как и в Республике Казахстан, остается важной проблемой здравоохранения. В последние годы, благодаря выполнению комплекса противотуберкулезных мероприятий, при постоянной поддержке правительства Республики Казахстан, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в стране имеет стойкую тенденцию к снижению. В области по сравнению с 2013 годом заболеваемость снизилась на 12%. Туберкулез или чахотка унесли немало жизней. Когда-то даже было модно иметь бледное лицо и говорок с придыханием. Это считалось интеллигентностью и высоким умственным развитием. Но, увы, все мода не ограничивалась. Болезнь косила людей. Сегодня пропагандируется здоровый образ жизни. И мода давно сменилась на ярких, пышущих здоровьем юношей и девушек. Заболеваемость с туберкулезом снизилась с повышением жизненного уровня казахстанцев. Но опасность остается. Валерий Козин уже 7 месяцев лечится в областном противотуберкулезном диспансере. Это зависит от многих факторов. Это, во-первых, возможен контакт где-то в общественном месте с больным туберкулезом. Это состояние иммунного статуса данного человека. Это, может, какие-то стрессовые состояния или фоновые заболевания, такие как сахарный диабет. Особое значение в борьбе с туберкулезом приобретает обучение пациентов и санитарно-просветительская работа. Так, в противотуберкулезных учреждениях нашей области уже с 2008 года внедрена программа обучения пациентов противотуберкулезных учреждений – школа пациентов. Обучение пациентов способствует созданию доверительных отношений между больным и медицинским работником. Такие отношения помогают больным понять причину заболевания и возможность излечения. В нашем арсенале в настоящее время есть все виды лекарств, которые поставляются на бесплатной основе централизованной с республики. И аппаратура, такие как генномолекулярные методы диагностика, ХАИН-ТЕС, БАКТЕК, Джен-Экспорт, Когда мы можем сразу в течение буквально короткого промежутка времени, от недели до двух часов, определить и форму заболевания, и резистентность его каким-то препаратом. С целью предупреждения внутрибольничного перекрестного заражения, госпитализация больных в стационар проводится раздельно, согласно эпидемиологическому статусу. Отделения для борьбы с множественной лекарственной устойчивостью разделены на зоны, между которыми установлены шлюзы. С помощью современного оборудования проводятся операции. Мы ежедневно проводим 2-3 операции. Больные у нас приходят с целью полностью излечиться, избавиться, и хирургический метод позволяет это сделать, так как он удаляет непосредственно очаг поражения, оставляясь легким, свободным от туберкулеза. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений национальной программы борьбы с туберкулезом является усиление кадрового потенциала. Тесное взаимодействие с Караганинским медицинским университетом позволило увеличить обеспеченность кадрами. Больные получают в диспансере все необходимые процедуры и лекарственные препараты. Лечение у нас бесплатное. Пища у нас тоже бесплатная. Дают нам каждый вечер помысл, на ремень. Таблетки у нас – это все каждый год и день. По профилактике туберкулеза проводится активная санитарно-просветительская работа среди населения. Ежегодно проводится месячник по профилактике туберкулеза. В организациях и учебных заведениях проводятся беседы, лекции, круглые столы. Сергей Высокосов, Жасулан Макубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Субтитры предоставил Казахстан. Акиму города Караганды Нурлану Абакирову – это приступить к исполнению планировочного района от проспекта Республики и до Голубых прудов с формированием нового центра. В него войдут современный торгово-развлекательный комплекс с пятизвездочным отелем, дом детей и юношества, инновационная библиотека с интерактивным музеем современного искусства. Будут построены детские сады школы на 1200 мест. Также определены новые подходы по озеленению, содержанию дорог и уборке улиц города. Все эти комплексные меры дадут новый вектор развития Караганды, создадут рабочие места. В рамках данного положения при формировании архитектурно-пудировочного задания, при подготовке проектов технических решений, проектными институтами и заказчиками будут готовиться, вкладываться те технологии, которые на сегодняшний день имеются в мире. На сегодняшний день разработано положение о дирекции по освоению планировочного района. Уже определён персональный состав. Образовано пять рабочих групп из числа руководителей областных управлений, руководителей государственных учреждений города, архитекторов, градостроителей, экспертов и общественных деятелей. Водоохранный состав у нас региона парка, на рабочем районе, на сегодняшний день составляет более 220 гектаров. При направлении воды через соответствующие трубы, соответствующие тепла через жарстатский канал, освобождаются площадь соответствующей жарстатской водоохранной зоны для возможности уже последующей застройки. Дирекция создана в целях реализации единой градостроительной и архитектурной политики планирования района нового центра, а также их отдельно стоящих объектов и комплексов. Казахстан вступит во Всемирную торговую организацию до конца года. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Астане, на котором присутствовал и вице-премьер Казахстана Бердебек Сапарбаев. 31 октября парламент должен ратифицировать протокол о присоединении нашей страны в ВТО. А через 30 дней Казахстан официально станет 162-м членом международной организации. Владимир Тельнов рассказал, что существенно усилится конкуренция в текстильной и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, а также в розничной торговле. А это приведет к быстрому экономическому росту и повышению качества товаров. Участие в ВТО способствует решению ряда важнейших внутриэкономических задач Казахстана. Росту производительности труда, снижению издержек, повышению конкурентноспособности товаров и услуг. Все это у нас уже упоминается в наших главных документах, пяти реформах и плане нации, сто конкретных шагов. Ключевых государственных программах индустриально-экономического развития и Нурлыжо. В Караганде был сорван отдых людей по вине турфирмы «Фараон». Ее директор уже дала показания полицейским. Обманутые туристы пожаловались в ассоциацию туристских агентств и требуют вернуть им деньги. По факту мошенничества 23 карагандинца уже написали заявление в полицию. Известно, что деньги за путевки на отдых в теплых странах директор турфирмы «Фараон» получала. А вот по каким причинам не смогла отправить людей за границу, пока разбираются сотрудники полиции. На данный момент владелец туристической фирмы задержан. В отношении него проводятся следственные действия. Предположительная сумма ущерба составляет 100 тысяч долларов. За пять лет работы в Караганде данная турфирма зарекомендовала себя в качестве самого дешевого оператора. Это, наверное, и сказалось на создании большой клиентской базы. Чем занять детей во время каникул и как уберечь свое чадо от плохой компании? Если вы обеспокоены плохим влиянием улицы на своего ребенка, то исправить положение можно лишь одним способом – занять его другими, более интересными делами. Например, отдать в спортивную секцию. В неблагополучных семьях дети рвутся уйти на улицу от пьющего отца или еще хуже пьющей матери. И тогда за воспитание берется улица. Там они чувствуют себя независимыми от учителей и родителей. Во избежание плохих последствий влияния улицы на ребенка необходимо занять его чем-нибудь полезным. Можно отдать их в спортивные секции. Хотя иногда они не по карману родителям, они не знают, что есть и много бесплатных. Например, областная школа футбола «Жастар». Летом они проводят массовые тренировки, а с сентября начинают официально зачислять в группы. Всего в областной школе тренируются около 800 ребят. Наша школа является областной детской и межской спортивной школой. У нас в секцию принимаются дети с 8 лет. У нас тренировки, все тренировочные учебные занятия. Детям летнее время заниматься, на сегодняшний день очень много работы делается. Например, можно сказать, совместно с стадионом «Шахтером», совместный городской спортотдел, они проводят летний дворовой чемпионат, лига-чемпионат, это Октябрьский район и Казбекпийский район. В Караганде есть около 20 спортивных площадок, где бесплатно тренируют ребят. Также в Темиртау, Абая, Саране и других ближайших городах проводится большая работа по привлечению детей к спорту. Самый опасный возраст – подростковый, так называемый переходный. В этот период они наиболее зависимы от улицы. Чтобы защитить своего ребенка от дурного влияния, нужно уделять больше внимания воспитанию и организации подросткового досуга. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Ежегодно в мире регистрируется более 1 миллиарда острых кишечных заболеваний и около 5 миллионов детей умирают от их осложнений. В Карагандинском государственном медицинском университете прошел республиканский семинар на тему острые кишечные инфекции и современные подходы диагностики и лечения. В Карагандинском государственном медицинском университете обсуждают актуальную проблему. В летний сезон число заболевших острыми кишечными заболеваниями возрастает. За пять месяцев текущего года в республике зарегистрировано около 4 тысяч случаев острых кишечных заболеваний. Из них около 3 тысяч детей. Заражение кишечными инфекциями может происходить при употреблении зараженной воды или инфицированных пищевых продуктов. Перенос возбудителей кишечных инфекций осуществляют мухи, тараканы и грызуны. Меняется медицина, стремительно развивается. Появляются новые, более эффективные препараты для лечения. Усовершенствуются методы диагностики кишечных инфекций. И появляются новые кишечные инфекции. И вот эти вопросы все, конечно, надо включать в протокол. Эти вопросы будут обсуждены. В заседании обучающего семинара принимает участие главный эксперт Министерства здравоохранения и социального развития. Это придает еще большую значимость. Министерство уделяет большое внимание к качеству оказания медицинской помощи, доступности, качеству медицинской помощи каждому казахстанцу. И поэтому данный семинар, он такой, в общем-то, очень значимый для практического здравоохранения. Карагандинский государственный медицинский университет является одним из лучших вузов Казахстана. Поэтому именно здесь собрались ведущие ученые страны, главные внештатные инфекционисты республики из 16 регионов, а также представители из России и Украины. Масштабные семинары у нас в республике проходят ежегодно. Это в целях того, чтобы повысить профессиональный уровень знаний, обсудить, какие проблемы в каких регионах встречаются. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день широко развитое туристическое направление, то есть граждане нашей Казахстана посещают многие страны и посещая, отдыхая в этих странах, не исключается возможность завести различные инфекционные заболевания на территории нашей республики. В медицинском университете такие семинары проводят часто. Ученые рассказывают практикующим врачам о своих последних разработках и слушают практические советы от них для дальнейших исследований. Именно здесь специалисты могут обменяться опытом и повысить свою квалификацию. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова